Еще раз вместе с вами хочу сказать славу нашему Господу. Да будет имя Господне возвеличено и прославлено здесь, на этом месте, в сердцах наших, в душах наших, в телах наших. Он достойн этого. Сегодняшнее рассуждение или проповедь я бы назвал так. Взрослые дети 18+. Когда мы говорим о воспитании детей, каждого родителя это касается и каждый из нас пытается как можно наилучшим образом воспитать своих детей. Писание об этом очень много говорит. Я сегодня больше буду обращаться к родителям. Вы замечаете наверняка, что многие из молодежи нет на служение, они уехали на другое служение, некоторые из них уехали на посещение. Но в любом случае это слово больше будет касаться нас, родителей. Я прочту сначала три места освященного Писания, на которых потом позже остановимся. Первое место я читаю Ефесянам 6 глава с 1 по 4 стих. «Дети, повинуйте своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Этот стих очень хорошо помнит и знают родители. Но если они вспомнят себя, будучи еще детьми, то я думаю, что они чаще всего вспоминали другой стих, о котором мы поговорим чуть позже. Далее апостол Павел продолжает. «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». «И вы, отцы, не раздражаете детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Я бы хотел обратить внимание отцов именно на этот стих. «Не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их». Так принято, что чаще всего маму больше проводят времени с детьми, и как бы воспитание детей иногда отцы перелаживают на матерей. Но на самом деле Писание говорит о том, что вы, отцы, воспитываете детей в наставлении Господнем, в учении и наставлении Господнем. При этом также и к матерям Господь обращается и говорит о воспитании. Я читаю третью книгу Ездры, 2 глава, 15 стих. «Мать, обними сыновей твоих, воспитывай их, с радостью». Очень важно, когда мама, находясь с детьми, находясь с сыновьями, воспитывает их с радостью. Всегда ли так получается? Всегда ли у мамы улыбка на устах? Всегда ли она с радостью воспитывает? Пока дети маленькие, может быть, она не досыпает ночей, потому что нужно ночью вставать. Но когда дети взрослеют, иногда она не досыпает по другим причинам. Но тем не менее, Писание призывает «Мать, обними сыновей, воспитывай их с радостью». «Как голубица, укрепляй ноги их, ибо Я избрал тебя», говорит Господь. И еще одно место Священного Писания – Колоссянам, 3 глава, 20 стих. «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они, то есть дети, не унывали». «Матия, сможешь позвать Рахиль? Позови ее, пожалуйста. Она сейчас нужна будет». «Ксения, можешь пройти сюда наперед? Элизабет, можешь пройти сюда наперед?» «Не, мне Рахиль нужна». «Я бы сюда еще позвал мою дочь Юстину. Проходите вперед». «Я бы позвал также еще Юстину, но поскольку она взрослая, она решила поступить, как некогда поступал папа, и поехала в Зойс на посещение. Она бы мне очень пригодилась сейчас, но поскольку ее нет, я вызвал пока троих дочерей. Да, у меня четверо дочерей и три сына. И я сначала обращусь к Сене и спрошу ее вот так. «Ди сюда поближе, иди сюда поближе, это будет очень наглядно». «Ксения, сколько тебе лет?» «Семь». «Ксения, а ты взрослая девочка?» «Не знаю». «Я думаю, для вас это было наглядно. В чем разница между двумя этими вопросами?» «Очень правильно замечено. Когда я обращаюсь к ребенку вот так вот, свысока, она готова меня слушать, она готова подчиниться до тех пор, пока она смотрит вот так. Но если я подойду к взрослой дочери, несмотря на то, что я на уровне изглаз с ней разговариваю, но буду над ней превозноситься, она будет мне повиноваться? У тебя другого выбора пока нет. И я почему это показываю именно так наглядно? Потому что когда у нас есть маленький ребенок, и вы помните ваших маленьких детей, когда у них есть возраст, где они говорят «я сама». «Я уже взрослая», говорят тогда. Помните такие моменты? То ты к ней можешь наклониться, ты к ней можешь обратиться на ее уровне, объяснить, что да, ты уже большая девочка, ты уже взрослая, но папа знает лучше. И она с этим согласится. Но если я до 18 лет не успел преподать правильное учение наставления Господня уже старшим детям, то не стоит насчитывать, что через мои какие-то упреки, наставления такие, жесткие наставления, она вдруг изменится. Если говорить об Элизабете, то я очень доволен ей, правда, я доволен ее воспитанием, но было время, где я ее отдал замуж. И все мое воспитание, которое я успел передать ей, я рад, что она этим пользуется. Но скажите, может ли случиться так, что один из пунктов этого воспитания Андрей именно решит по-другому, и она пойдет вообще в другую сторону, именно в этом пункте. Это может произойти? Если я буду настаивать на том, ты помнишь, как я тебя учил? Что произведет это в их семье? Это произвет проблему, реальную проблему. Я не могу больше вмешиваться в ее жизнь взрослую, потому что она на самом деле создала свою семью, они благословены Господом, Господь их учит, и дал им сына, которого они также начинают потихоньку воспитывать. И я не могу вмешиваться. Если говорит Арахили, она довольно взрослая, она вышла замуж, у нее своя семья, и к ее воспитанию я не приложил буквально ничего. Я ее принял, если можно так сказать, готовую, да, взрослую, воспитанную. И я не могу никак изменить ее воспитание. И если я вдруг начну сейчас, как отец, наставлять ее, вразумлять, научать, наставлять, так вот так, строго, может быть, да, что это принесет в их семью? Как же проблему? Я не могу ее больше перевоспитать. Я ее принял такой, как ее воспитали ее родители, я ее люблю как дочь, но я не могу пытаться как-то сейчас перевоспитывать ее. Вот пока дети вот такие, и я на их уровне их воспитываю и объясняю, чтобы они меня понимали, они это воспринимают и послушны. Но когда они уже на уровне глаз, когда они уже взрослые, я не могу настаивать на том, что они постоянно и во всем подчинялись мне. Есть моменты, где я не могу идти на компромисс, есть моменты, где я должен оставаться строгим, бдительным и ни в коем случае не допускать каких-то вещей в их жизни. Пока они у меня в доме, пока они находятся под моей опекой. Но когда они создают уже свои собственные семьи, я уже не могу влиять на них. Я могу дать совет, и если они этот совет примут, то хорошо. Но если они напрочь откажутся, я не имею права на этом настаивать. Что я могу делать? Молиться о том, чтобы Господь их дальше вел. Чтобы Господь те наставления, которые я не успел передать, восполнил. Это единственное, что я могу сделать. Не так ли? Я благодарю за ваше послушание, за то, что вы помогли мне проповедовать. Будьте благословены, садитесь. Володя говорит о практичном христианстве. Вот это нечто вроде практичной проповеди. Потому что я думаю, что и Христос, и апостолы этим пользуются, когда они практично объясняли вещи какие-то. И намного проще и понятно, буквально несколькими жестами, объяснить то, чего ты хочешь донести. Я благодарен Богу, что у нас есть такая возможность и за ваше понимание. Слава Господу. Итак, когда мы говорим о взаимоотношении между родителями и детьми, то есть момент, есть фаза воспитания детей, где есть взрослый родитель и маленький, как мы его называем? Ребенок. Маленький ребенок. И фундаментом для этого отношения всегда является любовь. Правда? Когда родитель любит ребенка, он готов на все для этого ребенка, для его благополучия, для его блага. Он готов на все. Он готов ночей не досыпать, он готов работать и трудиться, чтобы его обеспечить. Он готов вечером уставших прийти, лечь вместе с ребенком и обязательно спросит ребенок, папа, расскажи историю. Я не скажу, что это постоянно происходило в моей жизни, но такие моменты бывали. Это самые хорошие моменты, когда ребенок тебя просит, расскажи историю. Когда они подзрослеют, как вам кажется, было бы целесообразно прийти к дочери, к сыну, которому уже 16 лет, и скажи, сыночек, я расскажу тебе историю. Это вовремя? Было время, где я мог рассказывать истории. Но наступило время, где мои истории, детские истории, их уже больше не волнует. Может быть, вы замечали, когда я выхожу из молитвенного дома у моей дочери, самой маленькой, Ксении, поймите меня правильно, у нее иногда есть такое настроение веселое, и она говорит, давай попрыгаем. И мы берем за руки и прыгаем к машине. Я уже дедушка, но до сих пор еще прыгаю с дочерью. Это нормально, правда? Но если я вдруг по каким-либо причинам предложу сейчас, Элизабет, давай попрыгаем. Я думаю, она бы сказала, пап, успокойся. И никто бы этого не понял, если бы вдруг я настоял на этом, правильно? Но в свое время это было даже очень вовремя. И нужно это делать, прыгать с детьми, играться с детьми. Я вспоминаю подростковое время моих детей, когда мы шли, еще помните, на старом молитвенном доме, мы там недалеко жили, ходили всегда пешком на служение, и мы идем от дома до поворота, мы всегда идем с детьми за руки, и до сих пор Ксении проблем нету, я беру ее за руку, и мы идем. Но как только мы доходили до поворота, где кто-то вдруг может заметить, знаете, что делают подростки? Они убирают руки, правда? Они уже чувствуют себя взрослыми, это уже им не к лицу. И мы, как родители, должны это понимать, правда? И никто из нас, родители, не обижается на это. Но когда ребенок, как мы говорим, еще больше вырастает, то любви уже недостаточно. Она необходима, но ее недостаточно. Что еще необходимо, или что должно присутствовать в воспитании взрослых детей, кроме любви? Как? Понимание, согласен. Еще раз. Строгость тоже нужна, без сомнения. Строгость тоже нужна. Любовь, понимание, строгость нужна. Но самое важное, наверное, когда дети уже подросли, когда им 18, мне кажется, что необходимо уважение. И я не имею в виду, когда Писание говорит о том, что дети должны уважать и почитать родителей. Это на своем месте, это безоговорочно. Уважение со стороны детей к родителям должно присутствовать. Но скажите, уважение родителя к взрослому... Ребенку даже не звучит, да? Взрослый ребенок как-то не очень. Взрослые дети. Родитель должен иметь уважение к взрослому сыну или взрослой дочери? Несомненно. И об этом говорит Писание. Об этом чуть позже. Итак, мы с вами определили, что в отношениях между взрослыми родителями и маленькими детьми достаточно любви. Но в отношениях между взрослыми детьми и взрослыми родителями кроме любви еще необходимо и уважение. Естественно, строгость, понимание на своем месте. Когда мы воспитываем наших детей, как апостол Павел говорит в учении и наставлении Господним, ведь мы не только как христиане призваны учить их поступать по Слову Божьему, ходить в церковь, делать добрые дела. Помогите мне, чем еще христиане занимаются? Практически. Говорить о Христе, не стесняться того, что ты христианин, трудиться в церкви, посещать больных и так далее. Ведь мы еще должны научить их еще и жить, жить здесь, в этом мире, правда? Ведь Христос, когда молился об учениках, в том числе и о нас с вами, Он говорил о том, чтобы Отец Небесный сохранил их в мире, не убрал их из мира, а сохранил их в мире. И наши дети, взрослые, они точно так же, как и мы в свое время, должны были научиться жить в этом мире. Воспитание, по Слову Божьему, несомненно, как для христиан приоритет номер один. Но когда мы говорим о том, что наши дети еще окунутся во взрослую жизнь, мы должны их подготовить к этой взрослой жизни. Мы должны их научиться обращаться с людьми, со своими сверстниками, взрослыми людьми. Мы должны передать им определенный необходимый опыт жизненный. И мы не можем себя сравнивать с ними, как только у них что-то не получилось, сразу начинать, «Да, какой ты, какая ты, я в твои годы». Что это происходит, когда отец говорит дочери или сыну, «Я в твои годы». Есть некое превосношение над взрослой личностью, и эту личность мы своими же словами начинаем ломать. А потом удивляемся, почему они нас не воспринимают иногда всерьез. Потому что есть стена, есть барьер между нами и ими. Потом мы можем молиться о том, чтобы Бог их хранил, чтобы Бог их благословлял, но при этом иногда сами видим себя не так, как должно, и ожидаем, чтобы они, мы, взрослые, себе позволяем вести себя не так, а ожидаем от них, что они начинающие взрослые уже во всем и везде будут поступать правильно. Это утопия. Нельзя ожидать от другого того, чего ты сам пока не достиг. Взрослое поведение должно стать для ребенка, который взрослеет привычным поведением. Взрослым, привычным, осознанным, адекватным поведением. И это должны мы их научить. У них должен быть интерес вести себя как взрослые. Иногда дети пользуются тем, таким вот методом, когда им выгодно, они маленькие, а когда им выгодно, они взрослые. Замечали такое? Бывает такое, правда? И мы, как родители, взрослые, осознанно можем ребенку объяснить, слушай, в этом случае ты не прав. В этом случае нужно повести себя именно так. Но все больше и больше давать им право выбора и направлять их, чтобы они сделали правильный выбор. Смотрите, когда наши дети были совсем еще маленькие, им помните тот момент, когда вы впервые передали ему ложку, чтобы он сам кушал. Да? Всегда с первого раза у всех все получалось. Или нужно было после этого где-то и убрать. Правда? Были такие моменты. Но мы почему-то не сказали, слушай, раз у тебя не получилось, давай я тебя буду кормить. Я тебя буду кормить, тебе год, два, три, я тебя буду кормить, тебе пять, я тебя буду кормить. Вдруг ты заляпаешься. Ведь никто на такую идею не пришел, правда? Мы, несмотря на то, что они заляпались, возможно, дальше учили их, чтобы они уверенно подносили ложку ко рту. И у всех это получилось, не правда ли? А когда мы говорим о каких-то поступках уже, которые в взрослом возрасте детям нужно принимать, а мы все из-за страха, вдруг они ошибутся, всегда за них принимаем решение, они научатся принимать правильные решения? Поэтому нам нужно где-то научиться доверять. Ведь настанет момент, когда они подрастут, и тебе, хочешь ты того или нет, придется отпустить ребенка. Но если ты до этого времени не научился передавать ему право выбора, не научил его, как поступать в тех или иных случаях, сможешь ли ты такого ребенка отпустить день свадьбы? День бракосочетания. Ты сделаешь вид, что все хорошо, все нормально, ты отпускаешь с миром, благословляешь, но через две недели начнешь вмешиваться в семью и наводить там порядки и пытаться довоспитать то, чего ты не успел. К чему это приведет? В проблемах, в семьях. Поэтому пользуйтесь тем временем, которое Господь вам дал, именно когда они пока маленькие. Но когда они взрослеют, научитесь больше им доверять и научите их принимать правильные решения и нести ответственность за свои решения. Это очень важно. И когда они научатся принимать правильные решения, нести ответственность за эти решения, вы свободно и спокойно благословите их на взрослые, на благословенную семейную жизнь. Но пока вы не научитесь этому доверять ребенку, он никогда взрослым так и не станет. Почему есть такие выражения? Знаете, говорят, маминкин кто? Вам даже подсказывать не надо. Вы знаете, о чем идет речь? Потому что такое, к сожалению, встречается. Потому что за ним постоянно чересчур долго кормились ложечки, потом постоянно за ним убирали, потом постоянно о нем заботились, потом он вырос, ему 18, он не знает, что такое зарабатывать деньги. А потом он вдруг женился, потом она вдруг вышла замуж и не знает, как с деньгами обращаться. Из-за этого начинаются проблемы в семьях. Почему? Потому что ты, как отец или мать, не научили его обращаться с деньгами. И это бытовые, простые вещи. Здесь речь не идет пока даже о воспитании и научении Господнем, как говорил Павел. Это простые, бытовые вещи. У них формируется определенное убеждение или верование, или свое, можно сказать, вероучение. И когда ты, не объясняя, пытаешься сломать эти убеждения, ты его изнутри ломаешь, ты ее изнутри ломаешь. Найди время, помолись об этом, сядьте где-то, где вам никто не мешает, и объяснитесь друг с другом, чтобы у вас отношения наладились. Не приносит пользы, когда сын или дочь где-то плачут в комнате, а мама или отец где-то в другой комнате так же плачут. Вам надо встретиться и поплакать вместе. Выяснить отношения между собой и извиниться друг у друга. Да-да, друг у друга. Потому что мы, как родители, чаще всего ожидаем, что только наши дети должны просить прощения и извиняться. а иногда это нужно делать нам, взрослым людям. Нет ни чего хуже для ребенка, когда он видит, когда мама с папой начинают ругаться. Потом они помирятся, но у ребенка травма-то осталась, хотя взрослые уже между собой помирились. Нет ничего хуже, когда папа с мамой между собой что-то повздоровели, и мама говорит сыну, допустим, к примеру, вот ты как твой отец, что этим она сказала? Она, в принципе, говорила это в адрес сына, но имела в виду кого? Отца. Что она делает? Она унижает отца в глазах сына. Что этот сын в свое время будет делать, когда у него подрастут дети? Он будет говорить своей дочери, ты как твоя мать. То, что ты сеешь, то ты будешь пожинать и в детях. Поэтому откажитесь напрочь от таких слов, когда вы упрекаете супруги, упрекают друг друга перед детьми. Вы думаете, вы этим как-то вызовете больше уважения и любви к себе? Наоборот, вы этим самым больше отторгаете ребенка от себя. Потому что, когда ты говоришь, ты как твой отец, ты вместо того, чтобы больше внимания и любви обратить к себе, ты отторгаешь ребенка от себя. Потому что ты говоришь против его отца. когда ты замечаешь, что твой ребенок, которому, скажем, 16-17 лет, он принимает какие-то решения, то научись поддержать его в этом решении. Нет, если это идет против священного описания, против слова Божьего, против запрет, здесь ты должен быть настоятельно своем твердо и объяснить до конца, слушай, дочь, сын, это Господу не угодно, ты не можешь себе этого позволить. Объясни, почему, объясни, какие последствия ждут за этим неправильным решением. Но просто сказать, я сказала, или я сказал, и на этом точке, может быть, еще пристукнул кулаком по столу, это не работает. Бывает, когда родители ошибаются по жизни, у них были какие-то свои мечты, они хотели стать тем или другим, но у них это не получилось. И когда они не совсем осознали, что произошло, у них рождаются дети, они начинают возрастать, и отец или мать начинают себя, свои мечты реализовывать в ком? В ребенке. Вы заставляете его жить не своей жизнью, вы пытаетесь с вашей мечты и желания воплотить через ребенка. И этим самым разрушаете его как личность. Ведь он же индивидуум, он есть неповторимый, он не ваша копия, может, он же даже похож на вас внешне, но это не говорит о том, что этот сын или дочь обязаны быть вашей копией или жить жизнью вашей, о которой вы мечтали, о которой, может быть, не все так сложилось, и вы пытаетесь что-то исправить, и через воспитание ребенка где-то наверстать упущенное, если так можно выразиться. Это приходит к разрушению не только ваших отношений, но вы и калечите жизнь ребенка. С чем нельзя смиряться? Мы уже говорили, если это идет против воли Божией, нужно быть настойчивым, крепким, нужно употреблять строгость где-то. Но особенно обратите внимание, когда речь идет о наглости. Когда взрослые дети начинают наглеть, и вы понимаете, что они наглеют, с этим нельзя смириться. Но можно ли наглость победить наглостью? Никак. Мягкий язык вы знаете, что делает. Но если тот момент, когда ребенок наглеет, и ты точно так же начинаешь превозноситься над ним, и показывать ему его место, вы не договоритесь. С чем нельзя мириться, нельзя смириться ленью. Когда ты видишь, что твой ребенок просто лодорничает, когда он ленится делать что-либо, и ты с этим смирился, да, не беспокоит меня, пусть дальше валяется на кровати. С этим нельзя смиряться, никак. Потому что пройдет время, это войдет в привычку, ему будет 30, и он так и будет валяться на кровати. А ты будешь, мы выражаемся, вкалывать для того, чтобы его обеспечить. Когда ты видишь, что твоя дочь не умеет посуду помыть и спечь какой-то торт, а ей уже 20, и ты с этим смиряешься, а еще наработается, еще проведет достаточно время на кухне, с этим также нельзя смиряться. Но найди подход, как это исправить. Ни угрозами, ни упреками, что из тебя получится, это ни к чему не приведет. Поэтому я говорю, я сегодня больше обращаюсь к родителям именно о взрослых детей. Я думаю, взрослые дети, которые здесь тоже для себя кое-что почерпнут. Я бы хотел обратить наше внимание на жизнь Давида. Давид, который умел и у него получилось построить отношения с Богом. Господь любил его, он любил Господа, он воспевал его, Господь вел его очень чудно, проводил жизнью. Но несмотря на то, что он был человеком, который построил отношения, правильные отношения с Богом, он доверял Господу, Господь его вел, он так и не смог построить отношения со своими детьми. При всем уважении к Давиду, как к помазаннику Господню, как к пророку, который говорил о Христе, я сегодня на основании Священного Писания утверждаюсь, убеждаюсь в том, что он так и не смог построить отношения с детьми. И у меня главный вопрос, почему? Почему, если он сумел общаться с Господом, почему он не научился общаться с детьми? Что отразилось в его жизни? Я думаю, что на жизнь Давида повлияло очень сильно его детство. Знаете почему? Потому что, когда пришел Нафан, Самуил, извините, Нафан был позже, когда пришел Самуил, то его даже не пригласили к столу, не посчитали нужным. Есть там еще один малый, но он не здесь. И эта обида, возможно, предполагаю, обида отразила всего жизнь. Чему эта история учит меня, как отца? В том, чтобы никогда ни при каких случаях не пренебрегать детьми, находить время для них и не считать себя намного выше их, когда они уже взрослые. Да, у меня больше опыта. Да, я больше прожил. Но они в свое время наберутся этого опыта. Вы помните историю, которая произошла с Амноном и Фомарию. Я не буду на этом останавливаться. Просто напоминаю, вы знаете всю эту историю. Я бы хотел обратить сегодня только внимание наше на реакцию Давида, который услышал о всем том, что произошло. Очень коротко. Вы помните, да? Амнон влюбляется якобы в Фомарь. Делайте ей насилие. Она возвращается. Написано о том, что она потом осталась одна. И я читаю вторую книгу Царств, 13 главу, 21 стих. «И услышал Давид, подчеркиваю, обо всем этом. От него ничего не утаили. Он об всем, во всех мелочах и подробностях узнал, что произошло с Амноном и Фомарию. Он узнал обо всем этом. И написано, сильно разгневался. Скажите мне, пожалуйста, это правильная реакция после такого действия? Правильная. Этот гнев был справедливым гневом. Он разгневался правильно. Но неправильно было то, что он на этом остановился. Смотрите, что написано дальше. «Но не опечалил духа Амнона, сына своего, ибо любил его, потому что он был первенец его». Если бы Давид точно так же разгневался, потом вызвал к себе Амнона, выражаясь нашим языком, отчитал его хорошо, выдвинул какое-то определенное наказание за это, как вы думаете, Амнон бы погиб? Да, когда мы говорим о том, что Давид поплатился в четверо, мы где-то вот эту историю всю совокупляем, рассматриваем в общем, мы не можем ответить, да? Но я думаю, что у Амнона, по крайней мере, был бы шанс остаться в живых. Кроме этого, если бы Давид сильно разгневался и после этого вызвал к себе Амнона, отчитал его, об этом узнал бы Ависалом. Как вы думаете, Ависалом стал бы предпринимать то, что он сделал? Нет. Ависалом не стал бы мстить за свою сестру, он бы не стал искать жизни Амнона. Но только потому, что, как здесь сказано, Давид любил сына своего, он пощадил его, он даже и слова ему не сказал, хотя сильно разгневался, он этим самым погубил и Амнона, и Ависалома. Только потому, что его реакция не была совсем правильной. Да, он разгневался, но нужно было предпринять еще и меры по воспитанию, хотя сыновья были уже взрослые. И с этим он никак не мог смириться. Но, смотрите, что повлекло за собой это событие. Когда Ависалом убивает Амнона, что происходит с Ависалом? Он убегает, он скрывается. Они не видятся сколько лет? Ни дней, ни недель, ни месяцев? Три года. Они не видятся, вообще не видятся. И теперь обратите внимание на реакцию Давида. Вы помните, как все произошло, когда ему позволено было вернуться. И Давид говорит такие слова. Хорошо, я согласен, пусть он выращивается, но. Вторая книга царств, 14 глава, 24 стих. И сказал царь, пусть он возвратится в дом свой, а лица моего не видит. И пошел Ависалом в свой дом, а лица царского не видал. Теперь, когда я говорю о том, что Давид не умел строить отношения с детьми, вы с этим согласитесь? Почему после трех лет они не видели друг друга, Ависалом ворачивается, и Давид говорит, ну ладно, пусть ворачивается дом, но лица моего не видит. Скажите, пожалуйста, если бы Давид согласился все-таки и принял сына, несмотря на то, что он сделал, они бы объяснились, они бы поплакали друг у друга на плече, потому что у каждого накипело. Случилось бы с Ависаломом то, что случилось? Восстал бы Ависалом против отца, если бы в свое время отец его принял? Думаю, что нет. Я думаю, они бы нашли общий язык, но, опять-таки же, мы не знаем до конца проведения Божьего, и можно ли это считать, что Ависалом точно так же погиб, потому что Давид поплатился за свои грехи? Возможно. Но я думаю, хотя бы стоило Давиду попытаться наладить отношения с Ависаломом. Давайте пройдемся чуть дальше по жизни Давида и его сыновей. У него еще один был сын, и звали его Адония. Получилось ли у Давида построить хотя бы с Адонием отношения? Мы прочтем, сначала зайдем чуть-чуть в историю. И вы помните тот момент, когда Соломон воцаряется, когда мать Ависалома Версая подходит к Соломону и просит об Адонии. Мать Соломона Версая подходит к нему и спрашивает за Адонию. Его просьба была очень простая. Отдай мне кого? Ависагу. Казалось бы, ничего особенного. Смотрите, что отвечает Соломон. Третья книга царств, вторая глава, 24 стих. «Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». Почему вдруг Соломон заявляет такое? Адония не добивается царства. Он всего лишь на все, как нам кажется, просит об одной такой услуге. И Соломон вот так резко отвечает «Адония должен умереть». Что за этим кроется? Какая же это усобица между братьями или корни где-то поглубже? И мы опять-таки же ворачиваемся в жизнь Давида. Смотрите, что происходило до этого, заранее. Это же книга Третья царств, первая глава с пятого стиха. «Адония, сын Агифы, возгородившись, говорил «Я буду царем». Это прошло мимо ушей Давида? Давид знал об этом. Смотрите, что сказано дальше. «И завел себе колесницы и всадников, и пятьдесят человек скороходов». Возгородившись, начинает все это предпринимать и делать. Что делает отец? отец отец никогда не стеснял его вопросом. Для чего ты это делаешь? Он же был очень красив и родился ему после Авесолома. Вы замечаете, что любя Авесолома, сказано выше, он не хотел огорчать его, он не хотел огорчать дух Амнона, и с Адонием происходит то же самое. он не стеснял его вопросом «Для чего ты это делаешь?» Казалось бы, какое великодушие, какая любовь отца к сыну. Но из-за этих действий Давида Адония впоследствии лишится жизни. Потому что если бы отец вовремя остановил его и все-таки стеснял его вопросом «Для чего ты это делаешь?» Я не думаю, чтобы Адония зашел так далеко и впоследствии лишился жизни. Когда мы говорим о том, что мы служим Господу, когда мы называемся детьми, сыновьями и дочерями нашего небесного Отца, и это не наша заслуга, это все-таки с его милость к нам, слава Господу. Он назвал нас сынами и дочерями. Почему так Господь, когда нужна, Он не стесняется стеснять нас вопросами? Он всю жизнь так с нами поступает. Он начинал это с Адаму, когда спрашивал «Где ты?» Хотя знал, где он находится. Он стесняет вопросами для чего? Для того, чтобы человек сам увидел, в каком он состоянии. Почему ты, как родитель, иногда к взрослому ребенку не подойдешь и не спросишь его, возможно, о неудобных вопросах. Возможно, которые стесняют тебя самого, и ты не хочешь его стеснять этим вопросом. Ты не хочешь быть в неловком положении. Есть вещи, которых нельзя стесняться. Потом, когда человек уже согрешает, когда уже человек находится в таком опасном состоянии, тогда уже весь мир знает, и тогда тебе еще стыднее. Может быть, заранее подойти к ребенку и поговорить с ним, к взрослому, и оставить весь этот ложный стыд, которого ты стыдишься, а поговорить с ним, объяснить ему, показать, что последует, если ты сделаешь вот так и так, если ты ведешь себя вот так и так, если ты в твою жизнь допустишь те или иные грехи, что за этим последует. Наберись смелости как отец, как мать, и все-таки начни стеснять твоего сына или дочь неудобными, возможно, вопросами. И тогда не придется церкви вникать в эти вопросы. Исаия, 1 глава, 2 стих. «Слушайте небеса и внимай земля, потому что Господь говорит, «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Еще раз. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Неужели Господь был не в состоянии воспитать сыновей так, чтобы они не возмущались? Неужели Он не мог их так провести, чтобы они в пустыне не роптали? Неужели Он не мог с ними обращаться так, чтобы они полностью доверились Господу и никогда не делали то, что Ему не угодно? Ведь мог же, правда? Но почему-то Писание говорит «Я воспитал, я возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Теперь я обращаюсь к тебе, к отцу и к матери. И если сам Господь жалуется на то, что Его народ возмутился против его, почему ты так возмущаешься, когда сыновья или дочери не совсем покорны тебе? может быть есть причина для этого? Может стоит обратиться в прошлое и раз и навсегда распрощаться с этим прошлым и принести его к Голгофе? Теперь несколько слов для тех взрослых детей, которые сегодня в зале и тех, которые нас возможно будут слушать потом. Читаю место из книги Иисуса сына Сирахова с 3 главы 8 стих. Делом и словом почитай отца твоего и мать, чтобы пришло на тебя благословение от них. Делом и словом почитай отца и мать, чтобы пришло благословение от них. Нет, не только слова в день бракосочетания «Сын мой, дочь моя, я тебя благословляю», а по жизни благословения отца почит на тебе, если ты словом и делом будешь почитать отца и мать. Сирахова 7 глава 25 и 26 стих. «Есть у тебя сыновья, что делай? Учи их и с юности нагибай шею их». Но если ты с юности не делал этого, если ты не нагибал шею их, и когда они возмушали, и ты потом попытаешься, неужели ты думаешь, что у тебя есть шанс на успех? Стоит это делать заранее. «Есть у тебя дочери, имей попечение о теле их и не показывай им веселого лица твоего, имей попечение о теле их». Обратите внимание, что иногда мы делаем ошибку. Мы думаем, что все, что касается наших дочерей, это не наши заботы. Мама уже как-то разберется, объяснит, расскажет и покажет. Да, есть вещи, которые мама должна делать сто процентов, но воспитание все-таки с дочери и попечение о теле на тебе, как на отце. И еще очень яркое место, которое говорит взрослым детям, и которое очень предупреждающе звучит, где Господь предупреждая говорит следующие слова. Пятая глава, второй и третий стих. «Не следуй влечению души твоей и крепости твоей». Говорится к молодому человеку, который полон сил, который крепость цветет, который окреп. «Не следуй влечению души твоей и крепости твоей, чтобы ходить в похотях сердца твоего, и не говори, кто властен в делах моих». Ибо Господь непременно отмстит за дерзость твою. Когда тебе 16, 17, 18 лет и больше, и ты говоришь отцу или мать «это не ваше дело», как здесь сказано, «кто властен в делах моих?» Не родители будут мстить за твою дерзость, а сам Господь говорит, «Господь непременно отмстит за дерзость». За что? За то, что ты сказала маме, «не твое дело, не вмешивайся, я сама разберусь». За то, что ты сказал отцу, «я довольно взрослый, оставь меня в покое, я сам принимаю решение». Не влази. Господь непременно отмстит за дерзость твою, это очень серьезно. Поэтому пусть будет это слово для тех, которые взрослые, которые считают себя довольно взрослыми. Не забывайте то, что родители сделали для тебя. Третья книга Маковейский, вторая глава, третий стих говорит, «Ибо ты все создавший и всем управляющий, праведный владыка, ты судишь тех, которые делают что-либо с дерзостью и превозношением». Кому эти слова можно отнести к родителям или к детям? Или может быть и к тем и к другим? Это слово касается тебя как отца и матери, это слово касается тебя как сына и дочери. Господь судит тех, которые делают что-либо с дерзостью и превозношением. Когда отец воспитывает сына или мать воспитывает дочь с превозношением, кто вступается за сына или за дочь? Господь. Когда сын не чтит отца, когда дочь насмехается над матерью и делает что-либо с дерзостью или превозношением над этими старыми отсталыми, кто вступается за отцов и за матерей? Господь. Поэтому это слово ты судишь тех, которые делают что-либо с дерзостью и превозношением, относится ко мне как отцу, относится к тебе как матери, но это относится к тебе как сыну или дочери, Господь непременно судит тех, которые делают что-либо с превозношением или дерзостью. И еще одно место читаю и мы будем молиться Сирахова 7 глава 29 и 30 стих Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай о родильных болезни матери твоей. Помни, что ты рожден от них и что можешь ты воздать им как они тебе. Когда они состариваются, когда они не будут в силах возможно поднести ложку ко рту, вот там ты покажешь твою заботу. Но если ты не научишься уже сейчас, пока они еще полны сил, когда они еще на ходу, как мы говорим, не научишься уважать их, не научишься почитать их, не надейся на том, что потом, когда-то, когда они будут нуждаться, я буду хорошим и примерным сыном или дочерью. Уже сейчас почитай делом и словом отца и мать, потому что они родили тебя. Ты призван послужить им как владыкам, другое место Священное Писание говорит. Поэтому я бы хотел сегодня молиться о нас с вами, о всех, об отцах, о матерях, о сыновях, о дочерях, о тех, которые готовятся стать матерями, о тех, которые готовятся жениться, создать свою семью. Подумайте о вашем будущем, анализируя ваше настоящее. И если ты замечаешь, что в твоей жизни где-то ты в воспитании ошибся, и твои дети уже выросли, сформировались, и это было твое упущение, покайся перед Господом за это. Но не пытайся это уже исправлять, потому что ты сам твоими силами уже не исправишь. Один Господь может повлиять на них. Может даже через тебя каким-то образом, но не будь чересчур настойчив, дерзок, может быть с каким-то превозношением, указывая, насколько ты лучше их. Это ни к чему не приведет. Поэтому благослови Господь каждого из нас внутренне осознать, сделать определенные оценки и сказать перед Господом как есть. Господи, ты видишь, где я ошибался в воспитании, ты видишь, где я в свое время возможно не почитал своих родителей, и теперь это откликается в моей жизни. И справа это Господь. И пусть Господь благословит старших детей, которые уже взрослые, которые уже самостоятельные, помнить о том, что несмотря на твой возраст, ты все-таки обязан почитать и чтить и уважать родителей. И пусть бы было так, чтобы в нашей церкви дети помнили тот стих, который гласит «Почитай отца и мать», а отцы и матери помнили, чтобы не раздражать своих детей, дабы они не унывали. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok